Чем промышляет, как живет народ? Есть два средства. Одно из них — воровство. Вор надеется разжиться краден. Бай думает умножить свои стада, вернув похищенное с лихвой. Власть имущий, обещая баясь искать и возвратить пропажу, а вору, избежая правосудия, обирает обоих. Обыватель тултует, донося на вора властям, в то же время оказывая ему мелкие услуги и скупая у него сворованные по дешевке. И другое — мошенники. Надумывая людей на хипрости, о которых они не помышляют, подстрекают, сделай так и станешь знатным, сделай эдак, да будешь несметные богатства. А причем славы неузимого, устрашишь недругих. Разжигая нездоровые страсти, натравливая друг к другу, надеются сгодиться кому-нибудь из них на том игре и крыке. Так и живут вельможные, помогая бабе и пособляя вора. Бедные, подыгрывая власти имущен, поддерживая их в спорах, примыкая то к одной, то к другой партии. За здорово живешь, поступая с собственной честью, продавая жену и детей и сорочек. Не будь вора и мошенника, задумался бы на новых. Он бы и рад трудиться честно, стянуться к добру и знаниям. Когда бы байд довольствовался тем, что имеет обеднять несередной надеждой и верой, ведался бы того, чего ему не пытать. Простой люд невольно посредничает в грязных делах. Кому под силу искорнить себе зло? Неужели канут забвение понятия чести и совести, клятвы и верности? Нашлась бы сила, способная укоротить вора. Но кто и каким путем образумит бая из алчности потакающего лукана наущением мошенника? Когда кто-то учит других Слову Божьему, хорошо ли, плохо ли делает он свое дело, у нас язык не повернется запретить ему проповедь. Ибо нет ничего предосудительного в делах благонаверенных. Пусть наставляет, если даже сам недостаточно просвещен. Но ему следует помнить два непреложных условия. Прежде всего, он должен утвердиться своей верой. Во-вторых, пусть слишком недовольствуется тем, что знает, а постоянно совершенствуется. Если кто оставляет учебу, не завершив ее, тут лишает себя Божьего богословения. От его наставления и прока не жди. Что толку, если, обернув голову чалмой, строго соблюдая посты, совершая умоление, он напускает на себя благообразие, но не знает, в каких местах требуется повторение или в каком месте может прерваться тот длинный нас. Кто небрежен, не соблюдает себя строгости, не умеет застрадать, того нельзя считать верующим. Без бережливости и внимания не удержать душей иман – веру. Слово тринадцатое. Иман – есть незыблемая вера единого и всемогущего Создателя, обытии и существовании которого дано нам знать из посланий через пророка, да благословит Аллах его имя. Существует двоякий путь верования. Одни принимают веру, убедившись в ее необходимости и справедливости, укрепляют ее в себе разумными доводами. Эту веру мы называем Якимей Иман. Другие веруют, черпая познание из книг и со слов мулы. Этим людям требуется особая приверженность к предмету своей веры – твердость духа, дабы выстоять перед соблазнами тысячи искусителей и не дрогнуть даже перед лицом смерти. Это есть так леди Иман. Чтобы сохранить себе Иман, необходимо иметь отважное сердце, твердую волю, уверенность в своих силах. Но как нам быть с тем, кто не имеет знаний, позволяющих отнести его к приверженноцам и Акине Имана, или не имеет твердых убеждений, легко поддается соблазнам и уговорам. Из корысти называют черное белым, а белое – черным. Клянется, выдавая ложь за правду. Как назвать его сторонником Тахильди Имана? Сохранено с Аллах от таких людей. Каждый должен помнить – не существует Имана, помимо упомянутых. И пусть вероотступники не рассчитывают на беспредельность Божьей милости. Они не заслуживают ни прощения Аллаха, ни защиты пророка. Будь проклят тот, кто принимает за истину ложные пословицы. Острее меча, сильнее клятвы. Нет греха, которого я бы не простил Аллах. Есть ли у человека что-либо драгоценнее его сердца? Называя кого-то человеком с сердцем, люди почитают его за батыра. Другие качества сердца они себе ясно не представляют. Милосердие, доброта, умение принять чужого за родного брата, желаемый благ, который бы ты пожелал себе. Все это веление сердца. И любовь, желание сердца, язык. Повернуясь сердцу, не солжет. Только лицемеры о сердце забывают. Те же, кого малак лечит человеком с сердцем, часто оказываются людьми, не стоящими похвалой. Если у них не в честь, уступивость, верность данному обету, отвращение от зла, способность вести собой заблудших, а не плести за толпой жалким псом, умение смело постоять за правое дело, когда это трудно, не отступиться от истины, когда это сделает легче легкого, то в груди тех, кого люди почитают за батыра, бьется необыкновенное, а волчье сердце. Казахи ведь тоже дети человеческие. Многие из них сходят в пути истины не от достатка разума, а от того, что не имеют в сердце мужества и стойкости, чтобы принять советы умного и следовать им. Многим из тех, кто уверяет, будто совершил зло, по незнанию я не верю. Есть у них знания, но постыдное безволие и день заставляет их пренебрегать этими знаниями. А ступившись раз, ред кто находит в себе силы для исправления. Те, кого люди называют крепкими жигитами, храбрыми жигитами, ловкими жигитами, чаще всего побивают у друга на темные и скверные дела. Их слепое подражание друг к другу, бездумная удаль приводит к несчастью. Если человек, предавшийся дурным поступкам, безудержному бахвальству, не в силах остановиться и изыскать себя, не пытается очиститься перед Богом или собственной совестью, как называть такого жигитом? В пору задаться вопросом, человек ли он. Между умными и глупыми людьми, по-моему, есть существенная разница. Родившись на свет, человек не может жить, не увлекаясь интересными вещами. Дни увлечения и поисков остаются в памяти самыми светлыми днями его жизни. Разумный человек интересуется достойными, серьезными делами, упорно добивается своей цели и даже воспоминания о перенесенных невзгодах на пути к ней ласкают слух и радуют сердце. В нем ненадежные и тени сожаления о прожитых годах. Легкомысленный человек тратит время на ничего не стоящее, пустые, бессмысленные затеи. Хватившись, обнаруживает, что лучшие годы пролетели напрасно и позднее раскаяние не приносит ему утешения. В молодые годы он ведет себя так, будто молодость бесконечна. Не сомневается, что впереди его ждут еще более заманчивые утехи и радости. Но очень скоро, утратив боевую силу и гибкость, он оказывается негодным ни на что. И еще одно искушение подстригает людей, страстно увлекающихся. Достижение успеха или приближение к нему дурманит им голову, пьянит. Хмель застилает разум, заставляет совершать оплошности. Человек невольно привлекает к себе внимание окружающих, становится объектом успех, пересудов и насмешек. Разумные, такие критические моменты не теряют рассудка, сдержанны и не выставляют своих чувств на всеобщее обозрение. Глупо же скачет на неоседованном коне, воздев глазах нервов, словно обезумев, потеряв полушапкой и не обращая внимание на то, что полы его чапана подкрывает зад лошади. Вот что я вижу. Желаешь быть в числе умных людей? Спрашивай себя раз в день, раз в неделю или хотя бы раз в месяц. Как ты живешь? Сделай ли ты что-нибудь полезное для своего образования, для земной или подсторонней жизни? Не придется ли тебе потом испить горечь сожалений? Или же ты сам не заметил, не помнишь, как и чем жил? Редактор субтитров А.Семкин